Всем привет! Необычное видео. Начинаем серию про бизнес на земле. Будем производить свою какую-то продукцию. Вот мы дождались вот этого красавца. Вот он работает. Это первый запуск мы произвели. Мы ждали его три месяца. Мы открываем бизнес, пытаемся... Бизнес на земле не только в интернете, а реальный, осязаемый, который можно пощупать, будем производить свою продукцию. Вот мы дождались вот этого товарища. Сейчас покажу, как мы его забирали, как его настраивали. И впоследствии буду все рассказывать про наши этапы, как мы это обучаемся, как запускаем, какой продукт получается у нас. Ну, в общем, все будем поэтапно. И впоследствии, я уверен, будет прекрасный бизнес. И вы, глядя на наши успехи, тоже сможете это все повторить. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. А сейчас приятного просмотра. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Из-за всем известного карантина мы ждали целых три месяца этого станка. Хотя он должен был быть сделан через месяц. Ну, ничего, мы его дождались. И вот поехали его забирать. И смотрите, какие очереди сейчас на транспортных компаниях. Простояли мы там в очереди час. И вот тут я снимаю, как везут нашу посылочку. И тут выходит злобный дядя и говорит. Там было написано два места. Значит, две вещи какие-то, нет? У нас будет отделка запущена. Ага. Ну, ничего, я немножко заснял. Все погрузили и повезли его домой. Распаковываем. И смотрим, что же там внутри. Сразу отвечаю на вопрос по цене. Нам эта игрушка обошлась в 150 тысяч рублей. Это станок. Поле у него рабочее 600 на 40 миллиметров. Также приобрели дополнительный четвертый ось. Это и комплект фрез. Мы нашли самых адекватных поставщиков, производителей. Они сами производят. И мы договорились на скидку. Если будете через нас покупать, вам будет скидка. Так что пишите, задавайте вопросы. Или в этих комментариях под этим видео. Или пишите мне в личку ВКонтакте. Вот так вот. Что идет в комплекте. Гарантия, флешка, четвертая ось, помпа. Для охлаждения она нужна. Так, дальше. Ну, вот этот идет 4 фрезы. Но мы купили дополнительный еще набор фрез. Так, это кабель соединять с компьютером. Ну, и два ключика специальных, чтобы фрезы присоединять. Так, вам нужен будет компьютер, чтобы на нем была XP. Самой простой версии и никаких больше программ. Итак, распечатали руководство. И сейчас будем постепенно все подключать, устанавливать. Надо аккуратно все это подключить, чтобы технику не сломать. В общем, предстоит еще много чему обучиться. Так что, продолжаем. Вот пока изучаю инструкцию, помогает мне помощница. Усилась. Начинаем распаковку, да? Начинаем мотылять. Начинаем. 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 а вот на шланг а это это четвертый ось подключается вот вот смотри видишь что больно аккуратно отсоединяем провода это у нас два шланга чтобы охлаждать двигатель шпиндель так и стол должен прочно устойчиво стоять для этого мы конструируем такой стол но это тоже временно он все равно он его крепко не удерживал будем делать новый стол металлический блок питания прикрепляем на стену красота среди бегущих ну теперь подключаем все кабеля это очень легко делать не запутаетесь каждый кабель подписан и также подписаны разъемы куда их вставлять так что не ошибетесь так что вот 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 итак станок коробки мы подключили теперь коробку подключаем компьютеру на флешке все есть инструкции смотрим настраиваем подсоединили получается компьютер к блоку питания провода все подсоединились все легко и понятно так как все провода подписаны сейчас осталось помпу установить и сделаем первый тестовый запуск ну а так все надо по путю надо заземление сделать получается станка и заземление самого щитка ну и электрику нормальную провести чтобы все было по технике безопасности ну и давайте закрепим провода чтобы они у нас не передавливались не перетирались и очень важная часть это охлаждение можно использовать антифриз или тасол мы пока взяли тазик это конечно все потом оборудуем это просто тестовый запуск желательно сделать так чтобы при включении щитка включался сразу и помпа включалась чтобы не забывать если вы включите станок без помпы двигатель то он сгорит и это будет накладно что мне нравится здесь есть служба поддержки вы им задаете вопросы ватсапе они сразу все отвечают можно видео заснять и показать что запускаем первый раз хоть есть и все инструкции вместе в комплекте но все равно не избежать ошибок так что будьте готовы вот и у нас первый блин был комом но это было страшно смотрите как это все моргает нажимаем нажали все нажимаем и двигается на штаночек ну что первый запуск вроде бы все настроили фариза стоит нажимаем с богом пошла родимая все но спускаю второй раз первый раз было страшно ну получилось страшно ну поехали что-то получается вот так вот работает программа то есть показывает все шаги самого станка и можно видеть весь процесс вот представьте сколько он делает операций в секунду это просто не понимаешь как это все так происходит еще раз повторюсь что без ошибок никак мы поняли свою ошибку потому что станки разные уроки показываются про другие например станки и может быть что-то не совпадать по параметрам так что будьте готовы к ошибкам без этого никак очень много обучаться придется пишите пожалуйста свои вопросы также пишите ваше мнение получится у нас это или нет будет у нас кто-то что-то покупать или нет и вообще вам интересно это или нет пожелайте нам удачи будем рады вашим лайкам и комментариям и вот такой у нас получился результат видно аж это косички видно вырезано не в той стороне но это тоже вот все надо будет изучать молодец молодец ну и конечно чтоб станок вам прослужил как можно дольше ухаживайте за ним после каждой работы пылесосите продувайте и периодически надо смазать но это все есть в инструкции в общем все вопросы какие есть по поводу станков пишите или в комментариях или пишите в контакте в личку и все надо что надо 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 Продолжение следует...